Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях президент Федерации Вольной Борьбы Галисии. Это провинция в Испании Хосе Луис и старший тренер команды по женской вольной борьбе Испанско-автономной области Галисия Александр Кочелаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствую вас в Чувашии. Я знаю, что вы не первый день у нас находитесь. Какие у вас впечатления? Вы знаете, впечатления очень хорошие. Мы когда ехали сюда, мы посмотрели по интернету все о Чувашии. Но вы знаете, интернет это одно, а когда ты видишь все это наяву, это совсем другое. Я вам скажу, мы были очень удивлены тем, что такой чистый, красивый город, весь в зелени, хотя сейчас зелени нет, но мы видим, что очень много деревьев, парков. Впечатления очень сильные. Как Хосе Луис относится к тому, что он из солнечной Испании перенесся в такую заснеженную Россию, заснеженную Чувашию? Хосе Луис, как ты думаешь, что после Испании, где много солнечный, спокойствие, путешествие, где много неба? Это прекрасно. Это контакт. Мы не знаем, что это совершенно разное. С спокойствием все равно. Я не заметил никакой спокойствием здесь. Мы были perfectы. Мы не могли быть лучше. Вы знаете, мы увидели такой контраст здесь по сравнению с нами. Это тоже очень интересно. Вы понимаете? Если, допустим, человек из Африки попал вдруг на Северный полюс, какие у него будут впечатления? Естественно, он будет сначала обескуражен, а потом будет любоваться этими просторами, этой красотой. Так и мы увидели в Чувашии здесь народ. Народ прекрасный народ. Вы знаете, все добродушны, все к нам очень хорошо относятся, все стараются помочь. И это сближает очень. Я не знаю, как зрители, я все поняла. Это прекрасный испанский язык. И такой понятный, в принципе. Да, да, да. А где вы уже побывали? Что вы уже посмотрели у нас в Чебоксарах? Ну, мы в Чебоксарах побывали во многих местах. Мы побывали в музее пива, побывали в музее трактора, побывали в Чувашской деревне. Вы знаете, там красота такая была, неописуем. Мы попали как раз, когда шел снег. Ну, это прям зимняя сказка. Знаете, вот новогодняя сказка зимняя, это вот только там. Волга красивые очень, пейзажи обворожительные. Мы очень довольны поездкой. Что у нас понравилось? Мне понравилось в Чебоксарах все. Понравился город, его планировка, природа, которая окружает Чебоксары. Понравились люди. И где бы мы ни были, все встречали нас очень тепло. Поэтому впечатление прекрасное. Я несколько раз был в России, и для меня лучшей страны не существует. Ну, вообще, вы попали сейчас в такое время, когда мы готовимся к Новому году. У нас все-таки не Рождество главный праздник сейчас, а Новый год. У нас украшается город, у нас готовится город к Новому году. Да, и у нас недавно был российский Дед Мороз, который встречался с нашим Чувашским Дед Морозом. У нас есть Чувашский Дед Мороз отдельно. В Галисии тоже есть свой Папа Нуэль. А как называется? И кому россиян? Пападор. Но оно очень сложно traducir. Он называется Пападор. Папа Пападор. Это сложно перевести, но вот так он у нас называется. Папа Пальбадор. Я когда готовилась к нашей встрече, я прочитала про Галисию и была впечатлена историей вашей автономной области. История идет еще с древнеримских времен. Это кельты, это другие древние племена. Потом была область завоевана и древними римлянами. И вот достаточно впечатляющая история. Но в Испании мы больше знаем другие регионы, более туристические регионы люди туда ездят. Вот расскажите немножко про вашу область. Чем знаменито, что там развивается промышленность, сельское хозяйство? Вы знаете, что Галисия находится на северо-западе Испании. Галисия – это регион особенный. В нем очень развита агрокультура, животноводство, рыбное производство. У нас много очень консервных заводов. В Вига – крупнейший порт в Европе рыбного, куда сводится рыба со всех стран мира. Потому что испанцы очень хорошие рыболовы. Они работают во всех акваториях океана. И Атлантического, и Тихого. И вся рыба сводится в Вигу. И оттуда уже экспортируется в Европу. У нас есть также завод «Ситроэн». Ситроэн. Сборочные цеха работают. И также у нас есть химическая промышленность. Спорт очень развит. Какие виды спорта развиты? У нас очень нравится футбол. Кроме женской вольной борьбы, конечно. На первом месте это футбол, баскетбол, ручной мяч, теннис. Большой теннис. Вот это такие виды гребли на каное и байдарке академической. У нас есть олимпийский чемпион по гребли на каное. Это Давид Каль. Он завоевал единственный испанец, который завоевал больше всех медалей на Олимпиаде. Пять медалей завоевал. Золотую, две серебряные. Больше всех испанцев. За всю историю. Это наш галисеец. Галисеец, да. Есть чемпионы мира по триатлону. Триатлоны и призеры Олимпийских игр. Легкоатлеты очень сильные. Так что этот регион очень интересен. И своими историческими достопримечательствами. Вы вот сказали о том, что это раньше была колония Римской империи. У нас есть провинция Луго с городом Луго, где центр города окружен крепостной стеной, построенной в период Римской империи. Вы представляете, эта стена так и осталась. С круглыми башнями. Прям центр города она вот так вот закрывает. Это, я думаю, что это только у нас. Только у вас. Но это ведь удивительно. А многие россияне знают другие туристические центры. То есть, наверное, нам с вами, Чуваши и Галисии, надо развивать туристические направления. Я так думаю, что много чего интересного найдем друг у друга. Да, вот поэтому мы приехали сюда не только с миссией спорта, но и решить проблемы и вопросы по туризму между Чувашией и Галисией. Я вам скажу, ваши люди будут очень довольны, побывав у нас. У нас очень много праздников гастрономических. Вы знаете, это Галисия на первом месте по производству, вообще в мире, по производству морепродуктов. А по консервам на втором месте, после Таиланда. Смотри, Таиланд все-таки это страна и немаленькая. А у нас маленький регион, ну такой немаленький, где-то около 40. 29 тысяч квадратных метров, я знаю, 2 миллиона 700 человек. Да, 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 2 миллиона. Представляете, небольшая территория, а такая потенция. Вы увидите, как выращивают моллюсков на плотах в океане, прям очень интересно. Удивительно, вот так рассказываете замечательно. Я так думаю, что уже вся Чувашия хочет побывать в Галисии с туристическими. Мы вас ждем и будем рады, будем рады встречать. Ну, мы, наверное, тогда должны еще и испанцев, жителей Галисии пригласить в Чувашию, потому что летом у нас тоже очень красиво. С удовольствием. И зимой, в принципе, на лыжах научим кататься все. Вы знаете, у нас люди тоже знают только в основном 2 маршрута. Это Санкт-Петербург и Москва. Я им все время говорю, ребята, ведь Россия-то большая, она в 40 раз больше Испании, практически в 40 раз. Я говорю, у нас есть все климатические зоны от Заполярья до Субтропиков. Вот смотрите, Александр, вы говорите, что Волга красива. Вы знаете, когда зимой станет лед и будет достаточно такой плотный слой льда, сантиметров 25 и больше, у нас лыжная трасса через Волгу есть. Представляете, как удивительно. С одного берега на лыжах. На лыжах. Вот, наверное, Хосе Луис никогда на лыжах не стоит. Пока никогда. У нас нет, понимаете, в чем дело, в горах у нас снег есть, но на побережье, ну, мы живем или в центре, или на побережье, снега не бывает. Почему океан не дает ему формироваться? Потому что средняя температура зимой 14 градусов тепла. И снег, когда снег на подходе, он превращается в дождь. У нас лето от зимы отличается только тем, что у нас идут дожди. Но если дождей нет и ясный небо, у нас даже в Новый год можно загорать, купаться. Я знаю, что ваша команда участвует в Кубке России по женской вольной борьбе. Вот расскажите про своих спортсменок, когда вы приехали, где вы здесь жили. Я так понимаю, вы здесь на сборах были. Да, мы на сборах были со сборной командой России. Нас пригласили любезно. Дело в том, что недавно, в октябре месяце, команда России сборной побывала у нас. Вот, побывала, тоже провела учебно-тренировочный сбор. Все девочки были довольны. И в свою очередь они нас пригласили сюда, в Чувашию, на сбор для участия в Кубке России. Вы знаете, мы приехали сюда, сейчас я вам скажу, 5-го числа. Нет, не 5-го, мы приехали 3-го числа. Ноября. Да, ноября. И жили в гостинице «Гарден» вместе со сборной командой. Вот, тренировались вместе и посмотрели Кубок Мира. И это вообще впечатление такое огромное. Представляете, открытие было замечательное. Ну, и сильнейшие команды мира участвовали, такие как Япония, Китай, Соединенных Штатов, Монголия. Ну, и наша, конечно, команда. Вот. Это для нас не забывало впечатление. И девочки, ну, вряд ли смогут еще раз увидеть такое. Потому что, знаете, жизнь спортивная, она такая, изменчивая. Сегодня ты можешь приехать сюда, завтра приедешь, но только в другое место. Вот. Но то, что мы увидели, это было незабываемо. Даже я вам скажу, я уж много соревнований посетил за свою жизнь. Вот. Ну, как здесь у вас... Можем и сделать праздник, да. Да, да. Я вам скажу, очень впечатлительно. Вот. Ну, наши девочки, молодые в основном, 18-летние, мы их привезли сюда. Вы знаете, так обкатать, посмотреть, хотя это Кубок России, это среди взрослых. Мы даже привезли справки специальные, которые разрешают девочкам до 18 лет участвовать в таких соревнованиях. Для нас это приобретение опыта. Это основное. Вот. Девочки подружились на сборе с российскими девочками, с чувашками там тоже. Да, у нас тоже сборная команда. Обменялись телефонами, теперь я думаю, что будут переписываться. И наши девочки такие тоже очень гостеприимные. Приглашают к себе в гости. Ну, если ваши девочки захотят приехать, это никакой проблем. У всех квартиры просторные или дома, так есть где разместить. И всегда примут с удовольствием. Вы знаете, галисийцы очень похожи на русский, на россиян. Россиян очень гостеприимные, очень любят приглашать на вечера, на праздники, совместной едой. Ужин. Да, ужин, обед и завтрак. Это у них все переходит плавно, знаете, завтрак переходит, потом сиеста, отдых, и потом опять ужин. Сиеста. Нет, фиеста – это праздник, а фиеста – это отдых после обеда. Да, а потом дальше после обеда и фиеста будет праздник, астрономическое. Замечательно. И, наверное, именно вот такие связи, они укрепляют дружбу между спортсменами, укрепляют и международные связи, да, и каким-то образом нам становится лучше понимать, понимаем друг друга. Конечно. И уходят конфликты, и, к сожалению, вот сейчас разгорается конфликт вокруг сборной России, да, вот «No Russia, No Games», это, наверное, каждый россиянин, каждый спортсмен переживает эту ситуацию. Ну, я вам хочу сказать одно, что среди испанцев абсолютная большинство спортсменов не поддерживает эту тему, которую сейчас ведет Международный Олимпийский комитет. Дело в том, что спортсмены, им нечего делить, понимаете? Они, когда встречаются на соревнованиях, они радуются встречи. Вот, вы знаете, наши девочки приехали сюда, увидели девочек, которые были у нас, все целуются, обнимаются, понимаете? И это уже... Ну, и борьба, спортивная борьба выявит сильнейшего, не надо воевать за пределами ковра того же самого, да, или дистанции. Когда идет борьба на ковре, на ковре, это одно. Там идет противостояние. Но как только закончилась борьба, люди все остаются друзьями. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Приезжайте к нам встречать Новый год. У нас должно быть весело, грандиозно и очень замечательно. Я думаю, что вам еще больше понравится в Чувашии. И давайте дружить странами, республиками. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое за внимание. Я напомню, что сегодня в гостях у программы «По существу» был президент Федерации вольной борьбы Галисий Хосе-Луис и старший тренер женской команды по вольной борьбе Александр Кочелаев. Спасибо за внимание. До свидания.